МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето на русском, таково его название. Он уже перешел из разряда спортивных саммитов в число важных культурных событий в регионе с обширной программой. Но водные виды спорта по-прежнему составляют его основу. Плавание, гребля на различных типах лодок, водно-моторный спорт. Остров Русский на несколько дней становится центром притяжения для любителей этих дисциплин со всего Приморья. Приморский край прекрасен тем, что он окружен морем. И, конечно же, летом водные виды спорта, они всегда превалируют. Сегодня у нас помимо соревнований по гребле на лодках дракон, саббордах, гонках на лодках аутригер, на острове Русский также проходит в рамках фестиваля «Лето на русском» соревнования по водно-моторному спорту в бухте Аякс, соревнования по плаванию в бухте Аякс и культурная часть фестиваля «Лето на русском» в кампусе Дальневосточного федерального университета. Поэтому инициатива нашего главы региона проводить вот именно такие соревнования для людей в летний период, конечно, я думаю, что приветствуются. И это целый праздник для всех приморцев. Аквабайк – дисциплина, в которой и любовь к моторам, и страсть к бескрайним морским просторам. Уникальное направление, которое переросло из прогулок по воде в серьезный вид со своими правилами, классами, гонкой моторов, топовыми пилотами и захватывающими соревнованиями. Противоречивая приморская погода наложила в этом году отпечаток на соревнования аквабайкеров. Акватории Русского острова состоялись чемпионат и первенство Приморского края. Наездники водных мотоциклов гонялись в бухте Аякс вокруг островов Скриплева, Скрипцова, Елены почти 400 километров по живописным акваториям Уссурийского залива. Любители скорости состязались в трех классах – ski division, водных мотоциклах без сидения, runabout open и grand tourism. Соревновались целыми семьями. Так представители аквабайкерской династии Алексей Юлия и Всеволод Чернуха стали обладателями трех наград, несмотря на туман и непогоду. Муж и жена Алексей Юлия участвуют в соревнованиях по этой водномоторной дисциплине давно, а их сын Всеволод впервые противостоял взрослым аквабайкерам и взял главный трофей в классе ski division. Юлия победила в гран-туризме. Алексей получил бронзу в классе runabout. В этой группе первым пришел Никита Приставка. Сейчас приморские аквабайкеры готовятся к международной гонке «Русский гран-при», которая состоится в августе. Аутриггеры – лодки с выносными элементами. Такие конструкции, плавсредств, изначально создавали коренные народы океании и Карибского бассейна. В последние десятилетия эти лодки приспособили под спортивные соревнования, а благородили, придали соответствующую форму, стали использовать современные материалы. Конструкция лодки с балансиром позволяет проходить большие расстояния. Благодаря этому аутриггеры снискали популярность в нашем морском крае. И по традиции аутриггеры открывают состязания в рамках открытого кубка губернатора Приморского края по гребле. Новый универсальный водный вид «ЦАП» сочетает в себе и греблю, и серфинг. Его поклонники называют себя гуляющими по воде. Их увлечение взяло основные элементы от взаимоисключающих видов. Микс доски и весла покорил уже многих в Приморье. Стоять на ногах не обязательно. Можно грести сидя, на одном колене можно оседлать волну, а можно вставать на голову и заниматься йогой. Кататься, как говорят сапсерферы, можно везде вдоль Приморского побережья. Главное – ориентироваться в погоде и направлении ветра. Даже дети могут заниматься сапсерфингом в спокойных бухтах. Если есть дополнительная подготовка, освоить баланс на доске и навыки гребли можно за одно занятие. Первые официальные старты любителей сапа прошли в 2015-м, как раз в рамках «Лето на русском». Сейчас число желающих посоревноваться увеличилось. Среди участников группы мужчин и девушек, соревнующихся на пластиковых или надувных досках. Главная задача – пройти дистанцию быстрее других. Центральное событие состязаний «Лето на русском» – открытый кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «Дракон». Этот вид командной гребли очень популярен в странах Азии. Данный тип лодок – китайское изобретение. Из Поднебесной эти состязания распространились по всему миру, в Примории и в Россию эта гребля пришла 20 лет назад. Клуб «Тигры Владивостока» сделал немало для популяризации лодок «Дракон». Последние 15 лет эта гребля привлекла в ряды своих поклонников немало представителей любительского спорта. А гости из Поднебесной – постоянные участники открытого кубка губернатора. Гребля на лодках «Дракон» на самом деле – это общедоступный вид спорта для всех, кто хочет заниматься активным образом жизни, кто хочет заниматься спортом. Но и спортсмены, которые занимались греблей на байдарках и каное, конечно же, они продолжают свою спортивную карьеру, свою спортивную деятельность. Почему? Потому что, позанимавшись греблей на байдарках и каное, есть возможность также проявить себя на других соревнованиях в гребле на лодках «Дракон». Это и чемпионат России, это и чемпионат мира, и другие международные соревнования. Поэтому вот этот вид спорта, он именно народный и для всех. Родоначальниками гребли на лодках «Дракон» в мире являются китайские спортсмены. Но так или иначе, наши спортсмены ни в чем не уступают им, поэтому мы, пользуясь возможностью и пользуясь случаем, всегда приглашаем наших стратегических партнеров, спортсменов из Китайской Народной Республики. Они наши постоянные гости, принимают активное участие в нашем открытом кубке губернатора Приморского края по гребле на лодках «Дракон». Но иногда им удается выиграть эти соревнования, поэтому я надеюсь на будущее сотрудничество со спортсменами из Китайской Народной Республики, но и другими ближайшими странами. Для меня соревнования – это возможность проявить свои мужские качества, побороться за призовые места, почувствовать жизнь, пообщаться с такими же заинтересованными и любящими спорт. Этот замечательный китайский народный спорт на гребле на драконах, я всегда с удовольствием хожу на эти соревнования и призываю и других тоже присоединяться, здоровье будет обеспечено на долгие годы. Кубок губернатора – это вообще одни из важнейших соревнований в сезоне нашим гребном, он не очень длинный, поэтому это как бы, да, это апогей некий, где мы действительно боремся за настоящие призы. И всегда очень приятно от губернатора получить поздравления, если мы, естественно, что-то выигрываем. Но обычно мы выигрывали, наша команда всегда были призерами, пока вот в этом сезоне стартовали, вот первые две гонки не очень удачные. Но будем надеяться, еще будут впереди несколько гонок, что мы себя проявим. Конкуренты довольно сильные, я бы сказал, многие команды достойные, ребята очень хорошие, спортивные. Я не буду называть конкретные команды, но очень много достойных, очень сильные китайские соперники, как всегда, впрочем. Мы всегда стараемся их, конечно же, победить, не всегда это получается. Мы, естественно, учимся у них тоже, у них своя техника, у них очень скоростная техника, но у них преимущество, они полегче, у нас команда потяжелее, мы так быстро не можем, но мы берем мощью. Поэтому, действительно, друг у друга мы здесь и учимся в том числе, и у китайцев есть чему поучиться. Гребля интересна любителям, прежде всего, тем, которые не претендуют, объективно говоря, на победу в таких статусных соревнованиях. Она интересна тем, что это отличное времяпрепровождение, прежде всего, в будни, когда ты после рабочего дня приходишь на воду, смотришь закат, любуешься закатом, делаешь карточки в Инстаграм, ты гребец с веслом на фоне заката. Это великолепно. Плюс какая-никакая физическая нагрузка. Плюс, опять же, море. Можно вывалиться, искупаться. Лето при море – это самое главное. Во-первых, это спорт. Настоящий спорт. В спортивном классе это очень ощущается. Во-вторых, это команды и люди. В-третьих, это море и воздух. В этом году наши основные соперницы – это команды «Аквамарины» и «Морей». Вот эта тройка, которая разыгрывает призовые места. И это наши главные соперники. Мы бьемся с ними. О том, как прошли соревнования гребцов, кому удалось стать обладателями Кубка губернатора Приморского края, мы расскажем в следующем выпуске «Спортивного Приморья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова